Бюджетные миллиарды на медицину. Как и на что тратятся эти деньги, обсуждают чиновники всех уровней на заседании административного совета области. О нюансах реализации проекта модернизации здравоохранения рассказывает профильный министр. В первую очередь говорит об уровне заработной платы медработников. Индексация оплата труда работников здравоохранения на 6,5% произведена во всех учреждениях здравоохранения с 1 июня. Достаточные темпы роста, это 5-10%, отмечаются в 22 районах, а в 4 районах свыше 10% рост. Но есть и проблемы. Одна из основных – то, что муниципалитеты из своих бюджетов сокращают расходы на здравоохранение. Отдельные муниципальные районы сократили расходы на здравоохранение от 10 до 20% прогнозных показателей. Это Откарский район, Балашовский район на 12 миллионов сокращены показатели, Краснопартизанский, Красноармейский, Ровенский, Самойловский, Советский, Новоузенский, Петровский. Максимально строгий контроль должен быть по закупкам оборудования, подчеркивает губернатор. Заявляет, проблемы решать необходимо комплексно, в том числе и самую острую, кадровую, особенно в сельских районах. Хотя определенные результаты в этом направлении уже есть. За 8 месяцев приток молодых специалистов увеличился в полтора раза. Это результат, конечно, мер, которые принимает и правительство Саратовской области, и депутаты областной думы, вводя соответствующие, стимулирующие выплаты в соответствии с принятыми в этом году законами. Я думаю, что эффект мы до конца года получим значительный. В целом программа модернизации здравоохранения выполняется, подчеркивает губернатор. Однако положительная статистика, улучшенные показатели, не повод расслабляться. Есть еще критические точки. Одна из них – онкология. Я уже говорил министру, руководитель онкологической службы, если не будет показатель выполнен, будет снят с работы. То, что первичное звено не работает в ряде муниципальных больниц, это в том числе ответственность и Министерства здравоохранения, главного онколога. Не менее строгий контроль должен быть и в сфере образования. Здесь также реализуется проект модернизации. И суммы выделяются также серьезные. Федеральный проект модернизации общего образования за 2011-2013 годы призван изменить структуру и содержание общего образования, условия хозяйствования общеобразовательных учреждений. За этот период Саратовская область получит более 2 миллиардов рублей федеральных средств. У каждого района свой комплекс мер, заявляет министр. На основании заявок от каждого муниципалитета закупается оборудование. 81% средств направляется на обеспечение федерального государственного образовательного стандарта. 15% средств на мероприятие по энергосбережению. Остальные средства это порядка 16 миллионов рублей на повышение квалификации и аттестацию работников. Так как образование школьное это чистое полномочие муниципалитетов, поэтому я думаю, что главам администрации это второй по значимости вопрос, вторая, что называется, модернизация. Этим надо заниматься персонально. Актуальная проблема малокомплектных сельских школ. К решению этого вопроса необходимо подходить особенно внимательно и аккуратно, подчеркивает глава региона, не чиновничьими методами, чтобы дети, где бы они ни жили, в деревне или в городе, могли получить одинаково достойное образование.